В Московской области проходит социальный раунд «Безопасная мобильность», направленный на повышение уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних велосипедистов и самокатчиков. За ходом рейда наблюдали мои коллеги. На зелёном стопорах, ток по пешеходному переходу. Надо спешиться, слей самокат и рядом мы прокатим. С участниками дорожного движения и в первую очередь подростками, которые хотят арендовать самокат, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические беседы. Правила управления средствами индивидуальной мобильности должен знать каждый. У меня двое детей, старшие сейчас ещё в школе. Обязательно всё рассказываем. Когда вместе идём гулять, я говорю, так, переходим дорогу, слезли с самокатов. По сторонам смотрим, самокат рядом, катим. Ну или велосипед, смотря на чём, обязательно. Жизнь у нас одна, тем более у наших детей. Самое ценное в нашей жизни нужно беречь, объяснять, рассказывать. 11-летний Павел Муравых – большой любитель покататься с друзьями на самокате. О безопасности на дорогах рассказали родители учителя. Услугами кикшеринга ещё не пользовались. Причина очевидна. Я бы хотела на электросамокате, но у меня нет 18-ти. Когда будет 18-ти, я буду кататься на электросамокате. Буду соблюдать все правила дорожного движения. На пешеходном переходе слазить и ездить по тротуарам. Нарушителей выявляют не только сотрудники ГАИ, но и представители кикшеринговых компаний. В таких случаях мы не можем никак ограничить пользование самокатом. Мы можем заблокировать аккаунт, если мы поймаем уже лично, обнаружим такую ситуацию, что несовершеннолетние будут ехать на самокате. Подростки относятся с пониманием к нашим требованиям. Надеемся, что в данный момент станет меньше нарушителей. Некоторые родители зачем-то дают карты своим детям, чтобы они арендовывали эти электросамокаты. Но сейчас инспекторы дорожной патрульной службы работают в усиленном режиме. Если вдруг они видят участника дорожного движения «Юного», находясь на электросамокате арендованном, они проводят с ним профилактическую беседу, также составляют рапорт по выявленным нарушениям. За последний месяц в московском регионе выявлено более 2000 нарушений. К несовершеннолетним применяются меры в соответствии с действующим законодательством. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.